В Чувашии планируют увеличить социальные выплаты. Индексация не проводилась уже три года. Эту и другие темы подняли сегодня депутаты на встречи с Фрео главы республики. Олег Николаев настроен на тесное сотрудничество с госсоветом и другими представительными органами. Индексации не раз поднимали жители региона на встречи с депутатами. Друженики тыла получают 1044 рубля, ветераны труда 1100 рублей в месяц. Социальные выплаты остаются неизменными с 2017 года на фоне подорожавших транспорта, ЖКХ и продуктов. Мы выезжаем как депутаты в свои округа, встречаемся с населением, действительно мы слышим и те вопросы, которые нужно бы обсудить сегодня. Сейчас Минфин как раз готовит поправки к бюджету региона, и Олег Николаев поручил зафиксировать индексацию в ближайшем рассмотрении. При этом речь должна идти не только о ветеранах труда, но и других категориях, например, семьях с детьми. Социально значимые темы вообще часто поднимали руководители каждой фракции, представленной в правительстве региона. Депутаты спрашивали о том, что волнует их избирателей. Какими путями планируется решать транспортную доступность малых населенных пунктов? Какова судьба инвестиционного проекта с китайской стороной? Отдельная тема – программа ускоренного развития Чуваши до 2024 года. Почему на сегодня еще пока план не принят? Нет четкого решения на уровне правительства Российской Федерации, какая поддержка финансово будет вот этим 10 субъектам. Обсуждается очень много сумм. Последняя сумма – это для ежегодно, то есть 5 лет программы, значит, это порядка 5 миллиардов дополнительных средств субъекты должны получить. Среди мероприятий – развитие инвестиционных институтов, поддержка малого и среднего бизнеса, субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. Документ находится на площадке правительства Российской Федерации. Сейчас получены отдельные, не очень серьезные, существенные замечания. Значит, на следующей неделе, пока дата не уточнена, планируется встреча с Мантуровым, в том числе расстановка акцентов по этой программе. Как только программа будет согласована, на всех уровнях ее публично презентуют. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.